Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя наша лекция посвящается пропаганде здорового образа жизни среди населения. Цель занятия – объяснение студентам основных принципов и задач санитарного просвещения и значения основных мероприятий при гигиеническом обучении и воспитании населения. Что мы ожидаем от данной лекции? То есть формирование у студентов правильной организации работы по санитарному просвещению и формированию здорового образа жизни. В план лекции включены следующие вопросы. Определение образа жизни и здорового образа жизни, основные составляющие здорового образа жизни, уровни освоения населением знаний при проведении пропаганды, принципы проведения пропаганды здорового образа жизни, основные цели и задачи системы пропаганды здорового образа жизни в Узбекистане, структура службы пропаганды здорового образа жизни в республике и структура задач городского центра здоровья. Санитарное просвещение и ее основные задачи. Санитарное просвещение является неотъемлемой частью системы здравоохранения, считается обязательной частью каждого лечебно-профилактического учреждения и медицинского работника. Основные задачи санитарного просвещения – это пропаганда населению гигиенических навыков в быту и на производстве, на основании достижений современной медицины пропаганда знаний о правильной организации труда, отдыха и режиме питания, ознакомление населения с причинами возникновения различных заболеваний и мерами по борьбе с ними, идеологическая и научная пропаганда достижений современной медицины. Основными принципами проведения пропаганды здорового образа жизни являются государственный характер. Проведение пропаганды здорового образа жизни является обязанностью всех медицинских работников. Для практического осуществления данной работы создана система государственных учреждений пропаганды здорового образа жизни. Кроме того, проведение санитарного просвещения вменяется в обязанность министерствам и ведомствам, школам, колледжам, вузам, каналам массовой информации и общественным организациям. Планомерность и организованность пропаганды здорового образа жизни проводятся в тесном соотношении с основной линией развития и задачами здравоохранения в государстве. Научность. Проведение пропаганды здорового образа жизни строится на последних достижениях современной медицинской науки и практики. Методическая полноценность, которая определяется оптимальностью его характера, целенаправленностью, оптимистичностью, доходчивостью, дифференциальным подходом к аудитории. В проведении пропаганды здорового образа жизни широко используются следующие методы и формы. Метод устной пропаганды. Средствами метода устной пропаганды являются лекции, беседы, групповой профилактический прием, дискуссии, научно-практические конференции, доклады, курсовые занятия. Методом печатной пропаганды средствами являются книги, брошюры, статьи, памятки, листовки и лозунги. Метод изобразительной пропаганды включает в себя средства, плакаты, слайды, презентации, муляжи, макро- и микропрепараты. Метод пропаганды через средства массовой информации, включающие средства, это кинофильмы, телевидение, журналы, газеты, радиоинтернет. Метод комбинированной пропаганды, средства этого метода, это централизованные постановки, выставки, музеи. В систему учреждений пропаганды здорового образа жизни входит Институт здоровья, Республиканский центр здоровья при Институте здоровья, его филиалы областного, городского и районного значения, система центров санитарно-эпидемиологического надзора Республики Узбекистан, все лечебно-профилактические учреждения, врачебные и физкультурные диспансеры, косметологические и физиотерапевтические поликлиники. На основании постановлений президента Республики Узбекистан под 2107 от 10 ноября 1998 года были организованы Институты здоровья. Основные задачи Института Это упорядочить исследования и практическое внедрение профилактической медицины, пропаганда здорового образа жизни и рационального питания, гигиеническое правильное воспитание в области охраны здоровья, интегрированное проведение здравительной физической культуры и профилактической медицины, проведение анализа и прогноза социологических исследований, мониторинга состояния здоровья населения. Спасибо за внимание. Будьте здоровы!